Мы дружим, у нас жены дружат, общаются, грубо говоря, компания общается. Пока мы здесь, жены между собой в день по три часа созваниваются, общаются. Ну, как-то так случилось. Как назначили, я не помню. У снайперов есть такая вещь, выходишь на позицию, и тут есть, ну, скажем так, как чуйка, что не надо. Вот, соответственно, пожалуйста, у тебя есть напарник, ты его можешь корректировать. Это раз. Второе, есть момент, например, когда нужна быстрая корректировка. То есть в чем-то он сильнее, в чем-то я сильнее. Зависит от того, что необходимо. Ну, условно говоря, если нужно что-то быстрее посчитать, вот что-то быстро меняется, то я встаю на корректировку, он работает. Если работы более, скажем так, стабильны, ну, опять же, лежим на позиции. На позиции внимания можно задержать, ну, сколько? Ну, в течение часа, на полутора часов. То есть я полежал на позиции порядка часа-полутора, он корректирует. Никто не появился. Мы поменялись. Кто-то появился, я вот мой он корректирую, он работает. Мы выезжали со штурмовыми группами на острова, как прикрытие, как, ну, скажем так, группа прикрытия. То есть они уходили вперед, мы занимали себе лежки какие-то позиции и их прикрывали, работали на островах. Работали с острова на остров, работали с какой-то более высоких позиций по островам. Плюс наблюдение, корректировка снайперов, это не только выстрел, снайперы, это еще, помимо прочего, еще и наблюдение. И зачастую наблюдение даст гораздо больше. Лучшая контрснайперская борьба, как известно, это артиллерия. За счет средств наблюдения, которые у нас есть, ну, до 15 километров, по крайней мере, можем наблюдать, можем скорректировать, если что, и по артиллерии скорректировать, и сами навести и так далее. То есть понятно, где сами не достаем, проще кого-то навести. Продолжение следует...